Если под рукой нет мази с антибиотиком, присыпьте рану сахаром. Да, самым обыкновенным, который добавляете в кофе. Затем накройте повязкой или любым чистым кусочком ткани, не блокирующим доступ воздуха. Гранулы сахара впитают лишнюю влагу, в которой размножаются бактерии, и ранка быстрее затянется. Если заблудитесь в лесу, воспользуйтесь ярлычком от алюминиевой банки, чтобы порыбачить. Просто отрежьте кусочек у нижней дуги. С помощью напильника или небольшого камня заострите один из кончиков и отшлифуйте все неровные края. А в маленькое отверстие можно продеть леску. Не выбрасывайте саму банку, из нее можно смастерить мини-плиту. Вырежьте сбоку отверстие, поставьте банку на землю вверх ногами, внутрь сложите щепки и подожгите. Теперь поджарьте сверху яичницу. Зубная нить. Незаменимая вещь. Она может стать леской для рыбалки, бельевой веревкой или даже канатом. Одна единственная нить выдерживает до двух килограммов, а шнур, сплетенный из трех нитей, до девяти килограммов. Сделайте копье, привязав нож к длинной палке. Также зубная нить легко воспламеняется и поможет разжечь огонь. Перед тем, как отправиться в поход, изготовьте самодельную растопку для костра. Подогрейте воду в кастрюле. Поставьте внутрь термостойкую посуду, например, стеклянную банку. Сложите в нее парафин и дождитесь, чтобы он растаял. Возьмите лоток из-под яиц и разложите по ячейкам сухие волокна. Залейте парафином и дайте ему затвердеть. Благодаря таким брусочкам огонь разгорится быстрее. Допустим, у вас нет ни зажигалки, ни спичек, вас спасут батарейка и фольга от жвачки. Вырежьте полоску из фольги так, чтобы середина была тоньше, чем концы. Подойдите к куче сухой травы, веточек или бумаги, смотря что вы смогли собрать. Держите оба конца фольги на полюсах батарейки и средняя часть мгновенно воспламенится. Вы можете сделать средство от комаров из апельсина, лимона или любого другого цитрусового фрукта, в котором много эфирных масел. Снимите кожуру, слегка помните ее в руках, чтобы начали выделяться масла. И потрите ей кожу. Также кожуру можно добавить в растопку для костра. Эфирные масла будут выделяться, пока горит огонь и отпугивать комаров. Чтобы подать сигнал бедствия, подкиньте в три небольших костра любую свежую растительность. Сверху бросьте мокрую тряпку, чтобы было еще больше дыма. Три дымящихся костра в ряд составляют сигнал ссос. Если добавить в костер масло, дым почернеет. Так его будет лучше видно на фоне светлого неба. А если под рукой нет масла, воспользуйтесь берестой. И помните, чем выше вы разведете огонь, тем лучше. В общем, постарайтесь забраться на какую-нибудь возвышенность. Если вы попали в зыбучий песок, не паникуйте. Да, знаю, все так говорят. Но слушайте дальше. Зыбучие пески не так опасны, как показывают в фильмах. Вы погрузитесь максимум по талию. Выбросьте все тяжелое. Обувь, сумки, даже одежду. Пошевелите ногами, чтобы освободить место для воды. Так будет проще выбраться. Перейдите в горизонтальное положение, но лягте на спину, а не на живот. Продвигайтесь назад мелкими шажками. Делать широкие шаги будет трудно. Добравшись до твердой поверхности, вы сможете выкатиться из ямы. Если вам связывают руки веревкой или даже лентой, согните локти, сожмите кулаки и держите их как можно ближе к телу. Когда вы примите руки, между запястьями образуется небольшое пространство. Пара движений, и вы сможете освободиться. Если вас связали кабельной стяжкой, сожмите кулаки, прижмите костяшки пальцев друг к другу, поднимите руки высоко над головой и резко опустите. Создавшееся давление порвет стяжку. Если же руки связаны скотчем, ослабьте натяжение с помощью слюны. Для перехода через опасное течение в затопленной местности выбирайте прямой и широкий участок. Прежде чем войти в поток, проверьте его скорость. Бросьте в него палку, и если ее унесет быстрее, чем вы обычно ходите, лучше поищите для перехода другое место. А если вода оказалась холодной, сразу же снимите мокрые носки и наденьте на ноги пакеты. Поверх них натяните обувь, даже если она не успела просохнуть. Пластик сохранит тепло тела, и ноги не замерзнут. Наоборот, они сильно вспотеют. Чтобы сделать сженку, обугленную ткань для разведения костра. Возьмите металлический контейнер с крышкой, например, банку из-под леденцов. Положите кусочки ткани внутрь и поставьте контейнер на огонь на несколько минут. Не перегревайте, ткань должна почернеть, но остаться целой. Обугленная ткань легко воспламеняется, а значит, развести костер с ней будет очень просто. Если вы оказались в большой толпе, правило номер один – двигаться вместе с потоком. Не останавливайтесь, иначе упадете. Если вы все-таки упали, сделайте для себя воздушный карман, руками закройте лицо и грудь. Если вам удастся подняться, или вы вообще не упали, продолжайте движение с толпой, медленно продвигаясь в сторону, чтобы сбежать. Иногда приходится пить воду из сомнительных источников. В этом случае поможет самодельный фильтр. Для начала разведите огонь. Просто вскипятить воду может быть недостаточно. Так что, как только уголь остынет, измельчите его до состояния порошка. Не используйте уголь, который нашли в лесу. Кто знает, чем он был раньше. Отрежьте дно пластиковой бутылки и сделайте отверстие в крышке. Переверните бутылку, насыпьте внутрь уголь. Слой должен быть толщиной с ладонь, и залейте воду. То, что пройдет через уголь, можно спокойно пить. Чтобы избавиться от остатков угля, оберните крышку кусочком чистой ткани. Перед погружением под воду обычно советуют глубоко вдохнуть. Но это неправильно. Так уменьшается уровень углекислого газа в организме. А именно это вещество дает мозгу сигнал о том, что нужно дышать. Без него вы можете потерять сознание под водой. Лучше один-два раза спокойно вдохните и выдохните, делая паузу после каждого вдоха и выдоха. Это замедлит сердечный ритм, и организму будет нужно меньше кислорода, чем обычно. Главное, рассчитывайте свои силы при нырянии. Можно быстро смастерить крепкую веревку из пластиковой бутылки, если как следует подготовиться. Сначала отрежьте горизонтальную ветку так, чтобы диаметр среза был чуть меньше горлышка бутылки. Нарежьте торец крест-накрест и вырежьте четверть сечения. Затем отрежьте дно бутылки и поместите одну сторону оставшейся части в прорезь. Воткните большой нож в углубление на ветке так, чтобы он проткнул бутылку. Острие должно быть направлено в противоположную от вас сторону. Теперь медленно потяните за маленький пластиковый язычок в нижней части, и бутылка начнет вращаться. По мере вращения нож вырежет веревку. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.